Всем привет! Девочки, между делом, пока я жду материалы для постройки моих полов, я решила пошить сумочки. Я вам покажу сейчас, как я их делаю в очередной раз, чтобы вы поняли, как это делаю я в последнее время. Я вам уже показывала, что я купила вот такой вот поролон в магазине тканей, очень удобный, он где-то 5 мм толщиной, и с обеих сторон у него вот такая вот ткань наклеена, трикотажная. Вот из этого поролона я вырезаю выкройку моей сумочки целиком, то есть передняя и задняя часть с дном. Она идет одной деталью, сам поролон, и также две боковые части. Затем, если у нас ткань с рисунком, как в этом случае, вот у нас павлины, мы делаем шов на ткани посредине. То есть у нас рисунок должен располагаться в оба направления, и мы не можем кроить цельным куском. Если ткань позволяет, то есть рисунок такой неопределенный, не имеет направления, можно шить в любом направлении, мы можем кроить точно так же, как поролон, одной деталью. И затем мы кроим точно так же из основной ткани. Давайте я переверну, чтобы было лучше видно. Вот, сделала я тоже павлинов на боковые вставки, то есть вы выбираете мотив так, чтобы он вам подходил или нравился. Эту сумку я шью с кедром, то есть я выкрыла мои боковые части, прихватила их к поролону, наживила, и затем я наживила вот этот кедр. Что такое кедр? Еще раз. Девочки, это косая бейка, в которую вшит шнур. По-моему, он у вас называется вшивной кант. Кому интересно, как делается вот этот вот вшивной или вточной кант, посмотрите, пожалуйста, модные практики с паукшты Ирины Михайловны. Она показывает, как она это делает. Я делаю тоже иногда сама, если у меня нет подходящего цвета канта, или мне нужно вшить вот сюда вместо шнура что-то жесткое, например, пластиковую веревку, то я делаю их сама. Итак, девочки, мы наживили все детали, и перед тем, как сшивать эти детали, мы должны пристрочить вот этот кант к боковой детали. Вот посмотрите, я на углах делаю легкие надсечки, чтобы кант хорошо лег и затем не волнил. Вот видите? Я не дохожу до конца, ну, могу и дойти, но вот здесь в конце, примерно 2 сантиметра от верха, я делаю тоже надсечку, вырезаю уголок и вот этот кант загибаю. Вот этот кант в конце уходит в шов, чтобы не мешать при пришивании к фермуару, то есть чтобы не было утолщений. Следите за тем, чтобы у вас вот этот вот кант уходил на одной высоте в бок. Другая сторона может быть немножко другой, там чуть-чуть отличаться. Это не играет роли. Главное, чтобы у вас на одной половинке, вот на этой вставочке, на одинаковом расстоянии уходил кант в шов. Другая сторона может там миллиметр, или 2 миллиметра быть выше или ниже. Это не важно. Главное, чтобы совпадало на одной стороне. Итак, мы пристрочили на машине кант. Я использую лапку для пришивания молнии. Очень удобно. После того, как мы пристрочили вот этот кант, у нас на обратной стороне будет виден шов. Старайтесь пришивать ниточками такого же цвета, вот как сам кант. То есть синего, либо как основная сумочка. Нитки отличаться не должны. Иначе, ну, может получиться иногда так, что шов не совсем идеальный. И тогда ниточки другого цвета будет видно. А так будет отлично. Итак, прошили мы. Имеем здесь шов, который мы видим. Затем мы отмечаем середину на дне. Неважно, если вы уже при раскрое отметили середину, все равно сложите вашу деталь пополам и проконтролируйте. Иногда эта точка может сдвинуться. Отмечаем середину здесь. Точно так же отмечаем середину здесь. В последнее время я даже не делаю наметку середины. Я делаю это все в последнюю очередь. Тогда у меня все совпадает. Когда мы сделали наметочки, мы соединяем наши детали. Дно или середина вставки с серединой дна. И начинаем вручную наметывать, пришивать до конца в обе стороны. И точно так же делаем мы со второй вставкой. Когда мы это пришили, у нас сумочка, разумеется, вывернута наизнанку. Но при сшивании вы уже можете так посмотреть примерно внутрь сумочки, как у вас все легло, хорошо ли там что-то поправить. И затем мы строчим это все на машине. И строчим мы со стороны вот этой вставки. Потому что у нас уже есть здесь шов, которым мы пришили вот этот вшивной кант. И мы ориентируемся по нему. Старайтесь прошить так, чтобы вот если у вас есть шов, чуть-чуть внутрь еще постараться прошить, еще ближе к канту. Чтобы первый шов, которым мы пришивали, был не виден. Или в крайнем случае шов в шов. Если у вас не получится с первого раза, ничего страшного. Я иногда делаю тоже так. Я затем, когда первый раз прострочена, то есть у нас эта деталь уже сидит относительно хорошо, я прохожу еще второй раз. И тогда у меня практически идеальный шов и сумка крепче. Итак, покажу вам следующий шаг. Вот я сшила уже мои детали. Вот видите, я здесь прошла два раза. Затем я выворачиваю сумку. Покажу вам сейчас. Это сумочка из платочка. Если не ошибаюсь, по-моему, испанский в синем цвете. Это Павлово-Пасадский платок. Так как рисунок платка мне не позволил сделать вставки из этой же ткани, то есть у меня был небольшой кусочек, я скомбинировала с синей тканью, которая подходит вот по цвету к платочку. Может быть, что на камере там цвет отличается, но на самом деле они отлично подходят. И для контраста я вшила вот такой вот сиреневый кант. То есть у нас есть на сумочке такой цвет. И выглядит очень даже хорошо. Кстати, вот здесь я тоже всегда прихватываю вручную поролон с основной тканью. Тогда у меня детали все неподвижны и очень даже хорошо работать. Вот посмотрите, я вам покажу готовую работу. Вот видите, у меня нигде на швах не видно ниточек. Видите, и с одной стороны, и со второй стороны. Очень аккуратно сделано. И вот в конце, видите, наш вточной или вшивной кант уходит в шов. Ну, где-то здесь сантиметра полтора у меня получилась высота. Вот на этой стороне, вот видите, у нас одинаковое расстояние. Вот на этой стороне, ну, мне кажется, тут пара миллиметров немножко короче. Но это не играет роли. Главное, чтобы у вас вот эти две стороны совпадали к кант. И так, сумочка у нас сшита. Я вырежу сейчас картон по размеру моего дна. Еще раз напоминаю, девочки, вот смотрите, у сумки, господи, как неудобно, с одной рукой, кто бы снимал. Вот видите, у сумки закругление дна. Но это не значит, что у нас дно вот такой вот ширины. вы просто ставите, минуточку, я сейчас освобожу, вот так. Вот. Вы ставите вашу сумочку на стол или на какую-то поверхность, и вы видите, вот видите, у вас уголок, он не соприкасается с поверхностью доски. Вы смотрите примерно, вот начинается соприкосновение, и вот с этой стороны тоже. И вот именно вот такой ширины вы вырезаете картон или пластик. Ну, мне нравится больше картон. Вы вырезаете такой ширины картон, длину вы меряете по дну. То есть от начала канта по платочку. Господи, вы же не видите. Я вижу сама, а вы не видите. Длину дна вы меряете. Вот. От начала канта. Кант вы не считаете. То есть вы считаете только длину вот этого платочка. То есть это будет длина вашего дна и ширина то, что соприкасается с поверхностью стола. Вырезаете. Желательно обтянуть, конечно, этот картон синтепоном. И когда вы картон обтянете синтепоном, вот эти вот боковушечки, вот видите, у нас швы здесь, поролон, вы просто вкладываете картон, и у кого есть такая гнутая игла, вот, для кожи, по-моему, ну, когда работают с мебелью, перетяжка кожи, перетяжка мебели, извините, ей очень удобно здесь пришивать. Кому неудобно, то есть у вас есть наметочка вот здесь вот середины, выверните сумку, положите дно, совместите середину вашей картонной вставочки, обтянутой синтепоном, с середины вашей сумочки и вручную вот так вот просто прихватите к боковому шву с обеих сторон и затем выверните сумочку опять внутрь, то есть, ну, правильно сделать, да? Получается у нас внутри картон. Затем по той же выкройке, по которой вы вырезали свою сумочку, вы вырезаете, господи, как это называется-то? Подкладку, вот, я предпочитаю делать подкладку из стеганой ткани. Дело в том, что, ну, сумочка поролоновая, она очень хорошо держит форму. Я пришла к выводу, что это самый лучший вариант для пошива вот этих сумок. Ни войлок даже, ничего. Вот, вот именно этот поролон. Замечательный. Но, вот эта вот подкладка стеганая, она придает еще более дополнительную форму, потому что фермуар у нас, ну, тоже относительно тяжелый, скажем так. И затем, когда подкладка тонкая, просто ткань, ну, она болтается как-то в сумке, мне это не нравится, а вот стеганая она ложится. Раньше я тонкую подкладку иногда делала вот на боковую сторону паутинку и прихватывала, чтобы она не болталась. Но это тоже не очень красиво. Кому-то захочется вывернуть эту подкладку и постирать, а вот именно с такой подкладкой, стеганой, которая свободно лежит в сумке, нигде не пришита, не приклеена, это идеальный вариант. Вы можете ее всегда вывернуть, постирать, застирать. Отлично. Поэтому советую шить из стеганой ткани. Не обязательно должна быть толстая ткань, можно и тонкую. Делайте внутренности как вам нравится. Принцип сборки точно такой же. Вот этого канта, конечно, у нас нет. Вы делаете там кармашки. Да, кармашки пришивайте до того, как вы сошьете с половинками. То есть вы вырезали вот такую основу и начинаете украшать. Там кармашек пришили, какие-то там этикеточки, цветочки, все, что вам угодно. Когда у вас эта сторона готова, вы сшиваете ее с боковыми частями. И я вам скажу еще одну вещь, девочки. Я не шью так закрывать вот этот шов. То есть сумку вставлять в подкладку, сшивать, где-то в подкладке оставлять отверстие, выворачивать, чтобы вот этот шов был закрытый. Это получается очень толсто. В моем случае особенно, потому что поролон, стеганая подкладка. Я делаю следующим образом. Когда подкладка готова, то есть лицо подкладки у нас внутри, снаружи у нас изнаночная сторона, я просто ее вставляю в сумку, проверяю, небольшая ли она. Если она чуть-чуть большевата, иногда бывает такое. если у нас, например, на сумочке швы немножко шире, чем на подкладке. Я все это подгоняю, чтобы она сидела или входила хорошо. И затем я просто вот этот верх полностью сумки с подкладки прошиваю еще раз руками, то есть, как это, наметываю. И затем все это полностью обрабатываю оверлоком. Иногда подкладка может быть, хотя выкройка одна и та же, быть выше. Ничего страшного, девочки. Вы все это раскладываете. Выше подкладка может получиться из-за того, что у нас на дне еще картон, но я вам советую, делайте всегда подкладку по этой же выкройке. Пусть она будет немного больше. Вы всегда можете отрезать. Хуже будет, если вы где-то просчитаетесь, и потом подкладка у вас будет маленькая. Часто у меня тоже получается где-то сантиметр разница. Подкладка стоит выше, чем сумка. Когда я все это разложила, прошила по сумке, соединила подкладку с сумкой вместе, лишнее я обрезаю и затем иду на оверлок. Советую перед тем, как идти на оверлок, действительно отрезать сначала все ножницами. Так получается аккуратно. Пробовала я тоже оверлоком шить и отрезать одновременно не очень хорошо получается. Можно допустить ошибку. Когда у нас все обрезано, идем на оверлок, обшиваем все это и вуаля, сумочка готова. Можно вшивать фермуар. Теперь, когда мы вшиваем фермуар, не забывайте, что мы измеряем фермуар по дуге. То есть, от одного шарнира и до другого. Если у нас для этой сумочки фермуар 27 сантиметров, то вот это расстояние, где у нас на фермуаре будет шарнир, вот отсюда вся сторона до следующей середины вставочки у нас выходит где-то 44-45 сантиметров. Я беру всегда 44 сантиметра на сантиметр меньше. Потому что я не знаю, честно говоря, почему, но всегда, когда я считаю 45, то есть, идеально подгоняю, у меня сумочка получается больше, чем сам фермуар. То есть, я делаю всегда на сантиметр меньше и затем, когда вот эти все изгибы вошьются, в общем, подходит идеально. То есть, на сантиметр меньше. Итак, фермуар пришивается. Я вам уже показывала в видео, как свой метод. Я оставлю ссылочку. Сейчас появится в правом верхнем углу ссылочка на это видео. Кому интересно, посмотрите. Сейчас я остановлюсь на следующем. Девочки не могли понять, как вшивается вот этот уголок. Вот где шарниры. Девочки, этот уголок не вшивается в шарнира. Тут у нас доходит сам фермуар где-то там 5 миллиметров. Не доходит он вот до этого сгиба. Но когда мы прошли оверлоком, то есть, шов у нас обработанный, очень аккуратный, мы просто вставляем нашу сумку в фермуар, доходим до последней дырочки, аккуратно все это вставляя, чтобы у нас нигде там не болталось. Вот этот вот кусочек, там где-то примерно сантиметр он, он не вшивается, но его не видно будет. То есть, когда вы сумку открываете, закрываете, это пойдет потом в складку, его не видно. Теперь следующее. Как нам прикрыть этот шов изнутри? я приклеиваю кружево. У меня есть самоклеющееся кружево, то есть, это хлопчатобумажное кружево, на котором наклеена такая тонкая липкая полосочка. Вы начинаете приклеивать это кружево, загоняя его под фермуар с внутренней стороны, чтобы прикрыть, во-первых, вот этот шов, когда мы вошьем, его немножко будет видно. Ну, некоторые девочки умеют как-то двумя иглами одновременно шить. Шов выглядит очень красиво, и тогда не надо прикрывать. Я пробовала, у меня не получается, поэтому я делаю так. Итак, вы начинаете приклеивать кружево, ну, примерно, скажем так, вот от середины, вот от середины вашей сумочки. И вы идете полностью по кругу, по кругу, и здесь, где у вас вот этот сантиметр не прошит, вы все равно загоняете это кружево вплотную вот к сгибу фермуара. То есть, вот как у вас вставлено вот это, вот до самого вот этого верха сгиба вы загоняете кружево, и оно закрывает у вас вот этот вот уголок, который видно. То есть, получается, не видно. Вот смотрите, девочки, видите этот уголок? Кружево заполнено до самого верха, заправлено. и получается вот этот вот шовчик, где у нас не пришито, закрыто кружевом. Все. И вот с другой стороны, вот видите, точно так же. То есть, мы прикрываем это кружевом. Если кто-то шьет, закрывает вот этот шов полностью, то вот здесь у него по-любому будет тоже закрытый шов, будет выглядеть красиво. В таком случае можно клеить кружево от уголка до следующего уголка. Но я предпочитаю клеить полностью по кругу. Тогда все красиво, закрыто. И затем, когда кружево встречается, конец с началом, я просто делаю нахлёст. Этот нахлёст можно также зашить ещё вручную для крепости. Но я не делаю. Я оставляю. Так у меня держится. Ну, вроде бы все секреты я вам рассказала, как я шью. Я надеюсь, что вы поняли. Я, наверное, сделаю следующее, девочки. Я просмотрю как-нибудь, как у меня будет время, все видео вот о пошиве сумок и сделаю, наверное, все эти видео отдельным плейлистом. Не так вот, что у меня сейчас, по-моему, плейлист делаем вместе и там навалено всё в кучу. Наверное, я сделаю так. И если у кого-то вопросы возникнут ещё, то можно зайти в этот плейлист и посмотреть все видео. В принципе, по названиям там уже можно увидеть, о чём идёт речь. Девочки, решила показать вам промежуточный шаг. Вот посмотрите, я сшила подкладку, хорошо заправила и видите, сколько у меня лишнего. Я предпочитаю, чтобы было лишнее, чем не хватало. Внутри я всё хорошо расправила, то есть, чтобы у меня всё подошло. Внутри вот кармашки там. Здесь я сколола сейчас булавочками, то есть, я выложила сумочку. И ещё один нюанс. Вот посмотрите, у нас у сумки вот шов на. У подкладки я шов стараюсь всегда сдвинуть. Сдвинуть вот в эту сторону. Потому что шов на шов это будет очень большое утолщение. И сумка тогда не войдёт в фермуар. Я вот так вот заправляю просто в другую сторону шов. Чуть-чуть сдвигаю. И вот так это выглядит. Вот сколано всё. Сейчас я это прошью руками, наживлю. Остатки, вернее, не остатки, а излишки. Излишки срежу, обработаю оверлоком и вошью в фермуар. И сумочка будет готова. Девочки, сумка готова. Показываю вам, как я её сшила. Я сшила ещё очёчник к этой сумочке. Долго очень смеялась. Сделала выкройку, стала пришивать фермуар и ничего не пойму, не подходит. Два раза пыталась пришить, не получалось. Пока до меня дошло, что я выкройку сделала совсем для другого фермуара. То есть у меня были такие округлые, а этот прямоугольный. В общем, насмеялась ужасно. Ну, затем я исправила её. Сделала вот под этот фермуар. У очёчника подкладка стёганая, светлая, отделано всё кружевом. Это платочек, как я уже говорила, по-моему, если я не ошибаюсь, испанский, в синем цвете. Ну, и вот сумочка. Сумочка с кедром. Вставки у нас синие, очень плотный материал. Этот материал я покупала в Сарбрюкене, в магазине тканей. И вот я скомбинировала его с этим платочком. Подкладку я сделала цветную. Обычно вот к таким пёстрым сумкам я делаю подкладку однотонную, но в этот раз однотонной подкладки у меня нет, то есть вся стёганая подкладка у меня осталась цветная. То есть у меня была ещё белая подкладка, но она закончилась. Остался небольшой кусочек, поэтому я использовала эту. В сумке два кармана. Извините, я сейчас выверну подкладку и покажу вам. Неудобно очень одной рукой. Оп! Первый кармашек выглядит так. Это белая ткань батист. тут очень красиво сделаны такие складочки отстрочные. На карманчике этикетка с моим именем и ручная работа. Карман на подкладке точно такая же стёганая, как и бачёшники. И я делала кармашек кедром. Эта сумка имеет два кармана минуточку. Здесь я сделаю ещё вот такой узенький для телефона. Отделка тоже кедром. Вот видите сверху. Он конечно сливается с сумкой вместе. Так. В дне разумеется вшит картон обтянутый синтепоном. Вот видите я назад вернула подкладку. Всё тут подходит. Надо только расправить. вот так. Вот видите. Здесь у нас кружево ещё раз показываю девочке идёт по кругу. То есть вот здесь где у нас обрабатывается оверлоком мы закрываем. То есть вот эта часть была бы без кружева видна, что там например оверлок. Или я должна вам честно сказать в этой сумке знаете что я сделала? У меня оберлок начал дурить скажем так. Тут я не знаю видно нет. И я вот этот кусочек взяла обшила ещё косой бейкой. Вот видите там ну немножко видно что обшит точно такой же синий косой бейкой. А изнутри вот если поднять кружево я не знаю тут будет видно не будет вот тоже видите малюсенький кусочек видно синего ну тут вот это тоже косая бейка. Ну то есть я обработала вот этот уголочек косой бейкой дополнительно. Сюда я сделала ручку цепочку вот с такими большими карабинами. Ну эта цепочка была готовая. Это от одной сумки которая у меня была нашла я его и сюда сделала этот ремешок. что еще все вроде вот такая сумочка получается то есть в принципе я вам показала все какие шаги делаются да я здесь еще пришила вот такую вот подкожую этикеточку это тоже ручная работа сделана с любовью или что-то там ручная работа с любовью и на одной стороне вот эти вот две дырочки вместо того чтобы пришивать я сделала такую вот клепочку с бабочкой то есть на бабочке цвета точно такие же как на платочке я думаю сумочка получилась неплохая эта сумочка уходит в подарок моей подруге на день рождения я надеюсь ей понравится вот девочки я надеюсь вы поняли технологию пошива то есть я опять напомнила немножко показала рассказала то что было возможно непонятно я надеюсь видео кажется вам полезным и вы сошьете красивые сумочки для себя ну а я с вами прощаюсь желаю вам хорошего дня ночи утра до свидания увидимся скоро в следующем видео пока ну you've been a good friend and dancing the thick and thin and I know it's never gonna end cause you've been a good friend музыка Субтитры подогнал «Симон»